Улица Ломоносова. Машины припаркованы в сугробах обочин. Проехать здесь, особенно новичкам, очень сложно. Приходится маневрировать, словно по узкой улочке где-нибудь в Италии или Франции. Всему виной снег, который не убрали дорожники из проезжей части. С каждой стороны это около метра до бордюра. И таких европейских улочек в Череповце хватает. Это так называемые дороги второй и третьей категории. От строителей до Ленина организовать своевременную уборку по ужинам участков. Это то, что касается улиц города. В целом, по улицам, сегодня на оперативном совещании и на пресс-конференции, я говорил, что за последние, наверное, недели две-три ситуация кардинально улучшилась. По словам дорожников, всему виной погода. Днем может быть плюс, ночью снег и минус. Кроме того, сотни автолюбителей, зачастую невзирая на знаки, оставляют машины на проезжей части, чем мешают уборке. Мы работу не прекращали ни на один день. Мы работаем всегда и работаем круглосуточно. Да, вопрос только один – в объеме необходимой выполнения работ. Да, у нас есть трудности с тем, чтобы в установленные сроки привести территорию в соответствие. Да, с этим есть вопросы. Но, опять же, тут в том числе и погодные условия. Так, сегодня днем только в индустриальном районе работает около 20 машин. Ночью будет еще на 10 больше. Сейчас улицы проливают хлоридами, тротуары посыпают песко-соляной смесью. Спустя несколько часов кашу, которая образовалась, убирают тракторы с щетками. За речи подрядчик убрал снег на всех мостах. На центральных улицах работники сформировали снежные валы. В течение ближайшего времени специалисты пообещали на 100% привести в порядок этот район города. Я думаю, что в ближайшие два дня наведем порядок полностью. Хорошо. Вопрос на контроле в департаменте ЖКХ. Идеальная картина в Зашекснинском районе Череповца. Жалоб от горожан практически нет. Зашекснинский микрорайон при всех недостатках уборки убирается лучше всех остальных микрорайонов города. Это заслуга ваша и вашего коллектива. Замечания есть, они носят объективный характер. Я могу сказать, что вы на них реагируете и по улицам, и по тротуарам. Проблему с припаркованным транспортом будут решать строже. Специальная комиссия, куда вошли полицейские и специалисты департамента ЖКХ, будут эвакуировать машины, которые мешают уборке. Мостовые сооружения, они должны убираться незамедлительно после того, как прошел снегопад. А ежедневно обязательно должна производиться обработка, прометание тротуаров. Дороги первой категории должны очищаться от снега после снегопада в течение суток. Второй и третьей категории в течение двух-трех суток, соответственно. В течение двух дней в Череповце будет тепло. За это время дорожники пообещали привести весь город в порядок.